В первый день на новой квартире Галина Амельченко вещи разбирать не спешит. Нужно осмотреть просторное жилье в микрорайоне Любимов, которое она получила в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилья. Последние 23 года Галина провела в старом доме по улице Елькина, что в Усолье. Жила там по договору соц. найма. Говорит, ванны не было, а на кухне не протолкнуться. Ну кухня очень маленькая. Там только двое мы не проходили в проход даже. Ну туалет, воду подключили все сами, вот весь домик. У нас воды не было, у нас была, с колонки брали. Отопление сделала, вот 12 лет тому назад. Теперь у Галины есть все для комфортной жизни. Это жилье она планирует оформить в собственность. Такие же благоустроенные квартиры дали ее соседям и жителям дома по улице Пушкина 180. В региональную программу попадают все дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года. Здесь, как и во всем крае, нанимателям предлагают равноценное жилье по договору соц. найма, а собственникам обмен на другое жилье той же площади или денежную компенсацию взамен изымаемого жилья. Кроме того, те и другие могут выбрать социальную выплату на покупку новой квартиры в пределах края. Какой вариант выбрать, люди решают сами. Программа рассчитана до 2021 года, однако краевые власти приняли решение продлить ее действие до 2022 года. В Березняковском городском округе в этом году переселят 75 семей. Снос старых домов начнется уже в четвертом квартале этого года. В 2020 году расселяют 15 аварийных домов. Это почти 2500 жилых квадратных метров. На сегодня план по переселению выполнен на 85%. 61 семья уже переезжает в благоустроенные квартиры. Но на этом работа по переселению не заканчивается. В крае действует национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках нацпроекта расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года. По этой программе данный жилой фонд должны расселить до 1 сентября 2025 года. В Пермском крае реализуются два проекта. Национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году. И по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тысяч жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья примерно на три четверти. В этом году в крае будет расселено 78 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживает 4400 человек. Действие сразу двух программ на территории края позволяет комплексно расселять людей из аварийного жилфонда в новые комфортные условия проживания, а на месте старого запускать строительство новостроек. В этом году отпразднуют новоселье более 4000 человек по всему краю. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.